Сегодня мы также должны поговорить про конфликты, про природу конфликтов и в эту тему погрузиться. Первое высказание. Разница между человеком разумным и неразумным состоит в том, что неразумный человек постоянно волнуется и жалеет о том, что от него не зависит. Например, о своих детях он жалеет, которыми что-то произошло. Или об отце, или о брате, или о своих делах, которые пошли не так, как надо. О своем имуществе. Разумному же человеку, если и случается, беспокоится и печалится, то только о том, что зависит прямо от него. То есть о том, что касается его собственных мыслей, собственных желаний и собственных поступков. Если же с нами случается какая-то неприятность, или мы попадаем в какое-то затруднение, то все мы бываем склонны обвинять в этом других людей или свою судьбу, вместо того, чтобы понять, что если внешнее, от нас зависящее, становится для нас неприятностью или затруднением, то это значит, что в нас самих есть какие-то проблемы. А если внешнее, от нас независящее, становится неприятностью, то зачем об этом беспокоиться? Это происходит, приходит и уходит само собой. Эпиктит. Это очень важная мысль. Она разрушает конфликты в сердце полностью. Если мы сейчас ее освоим, то конфликтов не будет. Может быть, через много лет мы сможем это освоить. Итак, смотрите. Мы все разумные и неразумные. Все зависит от того, как мы настроились. Важен настрой. Например, если человек волнуется и жалеет о том, что он не может вылечить ребенка, что происходит в его жизни, с его судьбой? Что происходит с его судьбой? Происходит то, что ребенок начинает болеть больше, и вылечить его становится тяжелее. Если же этот человек начинает молиться и работать над собой, то даже не леча ребенка, он может его вылечить. Давайте сейчас разберем эту ситуацию. Смотрите. Это объясняется следующим образом. У человека есть в сердце связь со всеми родственниками. И в сравнении можно представить, что у нас есть большое озеро в сердце, большой водоем, связанный с нашей судьбой, с нашей личной жизнью. И этот водоем соединен с родственниками. Вода нашей личной жизни перетекает к родственникам, независимо от того, хотим мы этого или нет. Например, я могу контролировать свое волнение по отношению к моему ребенку, если он заболел. Нет. Или по-другому сказать. Если мой ребенок начинает плохо себя чувствовать, будет ли моя энергия перетекать к нему само собой? Или мне для этого надо усилия прилагать? А? Не знаете, да? Само собой. Вот, допустим, даже ребенок на расстоянии находится, мать знает, что-то не то, начинает звонить. А почему она знает? Потому что ей что-то не то, что-то плохое. Она ребенка постоянно вспоминает. Она звонит, говорит, что с тобой? Он говорит, что-то заболел. Обычное же дело, правильно? Все женщины это знают. Почему так происходит? А потому что само собой, из нашего озера счастья, энергия перетекает к родственникам, когда им она нужна. Наши родственники все пользуются нашей энергией, само собой. И даже жучка, которая живет в квартире, становится родственником, тоже само собой портится нашей энергией. Если у нее трудности в жизни, допустим, ее закрыли в комнате и не пускают, то сердце само подскажет, что надо встать с постели и открыть жучку, иначе она там помрет от истерики. Ты просто идешь по дороге в туалет и нечаянно вдруг решаешь открыть эту дверь. И жучка выбегает в истериках полных. То есть она попала в беду. Ее нечаянно закрыли в комнате. Но ты сам того не понимаешь, открываешь ее. Я просто привожу обычные примеры из жизни, которые все знают. Это все происходит само собой. Теперь давайте представим себе ситуацию, что я начинаю беспокоиться о том, что мой ребенок болеет. Я не пытаюсь найти лекарства, не ищу лекарства, не пытаюсь изменить ход событий, а беспокоюсь. Чувствуете разницу или нет? Что такое беспокойство? Это нервное напряжение, во время которого разум становится слабым. Человек перестает понимать, что ему делать. Чувства становятся напряженными. Силы оставляют человека. И человек становится слабее, чем раньше, не способным принять правильное решение. Понимаете, о чем я говорю сейчас? И причина заключается в том, что он от себя хочет больше, чем может. Вот, допустим, если моя внутренняя сила может помочь ребенку, то я бы даже не заметила, что он болеет. Моя внутренняя сила, он бы заболел гриппом, а моя внутренняя сила бы пришла к нему, его вылечила бы, и все. И я бы даже не узнала, что у него грипп был. Энергия моего озера, счастье перетекла бы и помогла ему. Так часто и бывает. Часто бывает так, что мы даже не замечаем, как мы, отдав энергию близким людям, просто почувствовали себя слабее. Но им помогло. И это само собой все происходит. Но вот если человек, когда близкий человек в беде, начинает катать истерики, то причина этих истерик очень простая. Он хочет больше дать внутренней энергии, чем положено. Называется беспокоиться и жалеть о том, что от нас не зависит. Все, что зависит, уже отдано. Это близкий человек, я уже все ему отдал, все, что зависит. Я могу параллельно делать что-то для него, ходить в магазин, приглашать врача. Для этого надо беспокоиться или нет? Нет. Для этого нужно иметь трезвый, спокойный разум. То есть смотрите, для того, чтобы увеличить помощь человеку, для этого надо сначала успокоиться. Один вариант. Мать провожает в армию сына, она говорит, у тебя все будет хорошо. Никто не сможет тебе причинить вред. И благословляет его. Говорит, для того, чтобы так было, я буду молиться за тебя каждый день. Она беспокоится в это время? Нет. Она его благословляет в это время. Она применяет внутреннюю силу. Она зависит от того. Она действует так, что от нее зависит. Делает то, что от нее зависит. Что от нее зависит? Она может благословить ребенка и молиться за него. Это от нее зависит или нет? Полностью от нее зависит. Она может усиливать, увеличивать озеро внутреннее свое, и больше воды будет перетекать. Как его увеличить? С помощью молитвы, с помощью аскезы, голодания, пост, молитва, поклонение святому человеку, посещение святых мест, ходить на службы там и так далее. Много различных способов увеличивать озеро счастья внутреннего. И сразу все наполняются вокруг этим счастьем. Особенно те, кто нуждается в этом очень сильно. Это означает делать то, что от меня зависит. Когда человек так действует, разум становится твердым. Когда разум твердый, он знает, к какому доктору идти, кто вылечит, кто поможет, кто не поможет. Когда человек начинает волноваться, что происходит, все рушится. Ушел из жизни близкий человек, что делать? Вот ко мне подошла женщина вчера, ушел из жизни отец. Единственный близкий человек. Больше рядом никого нет. Что делать? Этот отец, я прямо увидел, стоит рядом с ней и нуждается в ее молитве. Она должна успокоить свой ум и начать каждый день молиться, для того, чтобы помочь ему дальше перейти в следующее тело. Когда человек уходит из жизни, у него тонкое тело перестраивается. И оно перестраивается за счет энергии родственников. Поэтому ее родственников и колбасит. Они... Почему они плачут? А потому что они не могут дать столько энергии, сколько нужно. Они плачут, потому что они хотят сделать то, что от них не зависит. Они не могут напрямую дать больше энергии, поэтому плачут. Они хотят вернуть назад человека, но это невозможно. Что надо делать? Надо успокоить свой ум, принять события и начать молитву. Когда человек молится, энергия, как только появляется, спокойствие в сердце. Куда она идет? Близкому человеку, чтобы помочь ему очистить свое существование, чтобы в правильное место потом пойти. и сдать, помочь ему сдать свой экзамен. Видите, Эпиктит о чем говорит? Почему мы страдаем? Откуда конфликты идут? От того, что мы энергию отдаем не туда. Что от нас зависит? Начальник выгоняет меня с работы. Если я пойду к нему в кабинет выяснять отношения, он меня быстрее выгонит или нет? Быстрее. А если я не пойду к нему в кабинет, он быстрее меня выгонит? Тоже быстрее. Что же делать? Если жена уходит от меня, жена уходит, если я начну ее возвращать, что произойдет? Она еще быстрее начнет, сильнее начнет уходить. А если я плюну и не буду возвращать, что произойдет? Еще больше скажешь, ну, так я тебе не нужна тогда, я пошла, тем более. Ну, что же тогда делать? А вот это и есть то, что здесь пишется у Эпиктита. В это время, когда судьба сильнее твоей силы и тебя колбасит, трясет, в этот самый момент ты должен перестать что-либо делать внешнее и начать жить внутренней жизнью, увеличивать озеро своего внутреннего счастья. озеро становится больше, течет к мужу, он вдруг вспоминает, что мы, оказывается, друг друга любим. И он как бы хочет уйти, а не может. Буксует. Буксует, понимаете? Его за хвост кто-то начинает держать. Не может уже уйти. Нет силы. Вы заметили в жизни такое бывает? Хочешь бросить близкого человека, а не можешь. Уходишь и не уходится как-то так. Уже все пошел. Завтра. Почему так происходит? Потому что внутренняя энергия вот эта вот держит тебя рядом. Она не дает тебе уходить. Она заботится о твоем будущем, что ты не совершал глупостей энергии родственников. Но если жена начинает истерики катать, «А, ты от меня хотел уйти! Я никогда тебе этого не прощу!» Но если ты никогда не простишь, тогда и пошел точно лучше. Че с тобой жить? Понимаете, да? О чем я говорю? Итак, разумный человек о чем печалится? Он печалится о том, что мало молюсь, мало в храм хожу, мало аскез совершаю, мало пощусь. Не хватает мне внутренней работы для того, чтобы сыночек стал здоровым. Неправильно живу, не знаю, у кого его лечить, нет в сердце у меня знания, чтобы помочь ему. Хочу получить это знание, буду молиться больше, буду совершать аскез больше, буду поклоняться старшим больше, больше думать о имени Бога, о молитве, о святости, о святом месте, больше ходить в святое место буду для того, чтобы помочь моему ребенку. Вот это и есть правильный путь. Как только человек начинает этим путем идти, что происходит дальше? В сердце становится больше покоя, больше силы, больше радости. Это значит, что идет победа, приближается ко мне. Победа приближается ко мне. Все будет хорошо там в сердце, говорит. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Разница между человеком разумным и неразумным состоит в том, что неразумный человек постоянно волнуется и жалеет о том, что от него не зависит, например, о жизни ребенка, отца, брата, о своих делах, о своем имуществе. Разумному же человеку, если случится, беспокоится, печалится только о том, что зависит прямо от него, то есть о том, что касается его мыслей, желаний, поступков. Все это связано с молитвой. Мысли улучшаются от молитвы, желания улучшаются от молитвы, поступки улучшаются от молитвы. Или от внутренней жизни. Кроме молитвы, есть другие способы внутренней жизни. Допустим, плохо стало, лекцию начал слушать, стало легче. Музыку духовную включил, стало легче. В храм сходил, стало легче. Спокой в сердце возник. Что это значит? Что значит покой в сердце возник? Это значит, что озеро счастья наполнилось настолько, сколько необходимо, чтобы хватило всем. Почему тебе спокойно стало? Потому что оттуда никто не тянет. Почему никто не тянет? Всем уже хватает. Родичников, что от нас надо? У нас только счастья им надо, от нас больше ничего. Они нас мучают. Вот у меня кроме родственников есть еще и ученики. И они меня мучают все. Им нужно от меня только знание, и все. Я разок перед Ригой ехал. Я всегда перед, когда поездка какая-то, я еду в баню сначала. Потому что, когда человек распаривается, расслабляется, то легче переносить вибрации самолета, путешествия. всегда еду в баню перед поездкой. И мои ученики организовали мне баню, они меня везли. И водитель по дороге, я был после работы, я устал, он начал мне задавать вопросы по лечению. У меня уже сил никаких нет. Он все больше и больше вопросов задает. Я посмотрел на него. Говорит, я чувствую, что ты хочешь от меня получить знания. Он говорит, да, очень сильно хочу. Говорит, получи. Сейчас я тебе дам знания. Знание заключается в том, что ты сейчас меня просто терроризируешь. Потому что, если бы ты хотел выучиться, ты бы один вопрос задал, получил ответ, и потом год бы к этому стремился. А ты просто хочешь удовлетворить свое любопытство, и все. Получил знание. Ну то есть идея в чем заключается в том, что когда человек поступает правильно, все в гармонии находится. Он не сможет просто вопросами и ответами получить знания. Знания можно получить так. Узнал что-то, и дальше двигайся к этому. Знание постепенно придет в сердце. Но слушать лекции почаще хорошо. Не потому, что ты больше знаний получишь, а потому, что ты получишь контакт. У тебя появится спокойствие, удовлетворение. Один человек из Риги мне написал письмо. Написал мне, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваши лекции. Я теперь могу спокойно спать. То есть он лекции включает и засыпает спокойно. Это значит, первая стадия наступила. Человек слушает лекции и из его озера сердца счастья в это время ручейки начинают течь по всем направлениям. У него нет беспокойства, он засыпает спокойно. Это значит, что жизнь налаживается. Понимаете? То есть человек встал на правильный путь. Есть два способа наполнить ручеек сердца. Первый способ, первый, самый, нужен для тех людей, у которых нет силы победить себя. Это способ называется наполнение. Сначала человек должен наполняться духовно. Должен слушать духовную музыку. Через уши входит сила сердца. Сила в сердце входит через уши. Потому что уши связаны с разумом. И так человек сначала наполняется. Он слушает лекции, слушает духовную музыку, слушает советы, все слушает. А потом что он начинает делать? Сам что-то делать. Когда у него появляется вдохновение, начинает рано вставать, начинает правильно кушать, начинает молитву, начинает ездить в святые места и так далее. Появляется возможность действовать. Такой путь. Сначала наполняемся, потом действуем, отдаем. Смотрите, очень важно знать, что когда наступает какая-то беда, всегда больно становится. Эту боль хочется кому-то присвоить. Или судьба моя виновата. Я такой несчастный, у меня плохая судьба. Или люди вокруг виноваты. В общем, кто-то виноват. Что нужно делать на самом деле? На самом деле нужно молиться, чтобы принять эту судьбу. Потому что она не случайно возникла в твоей жизни. Она нужна. Просто эту потребность в этом событии ты не знаешь. Ногу отрезала. Это так надо. Надо молиться, надо принять это. Когда ты примешь, ты поймешь, зачем. Кажется, ну как, ну, безумие, Олег Геннадьевич. Ну, зачем мне калекой быть? Вы ошибаетесь. Есть всегда два варианта жизни. Один вариант, жизнь безоблачная и пустая. Второй вариант, жизнь с трудностями и важная. Когда Бог хочет по-настоящему позаботиться о человеке, Он посылает ему трудности. Только в трудностях человек развивается, он не может развиваться просто так. Если надо для развития, чтобы ногу отрезало, значит, отрежет ногу. И мы с этим ничего не сможем делать. Бог сам решает, как Он нас будет учить. Потому что, когда человек калекой становится, его возможность развиваться в тысячу раз сильнее, чем у других, потому что он не сможет жить обычной, нормальной жизнью просто так. Ему надо стать сначала развитым, сильным человеком. Вот так получилось с Вангой, допустим. Ванга счастливый человек? Счастливый, но она же слепая. Как можно слепому быть счастливым? Она была счастливейшим человеком. Но она была без зрения совсем. Но она в результате внутреннего развития обрела другое зрение. Она видела лучше, чем мы с глазами. Она видела прошлое, будущее. Видела людей, которые еще не зашли в комнату. Это результат ее победы над судьбой. Понимаете? Она приняла свою судьбу. Если с нами случается какая-нибудь неприятность, то мы попадаем в какое-нибудь затруднение. И мы попадаем в какое-то затруднение, то мы всегда бываем склонны обвинять в этом других или свою судьбу. Вместо того, чтобы сообразить, что если от нас независящие вещи становятся для нас неприятностью или затруднением, то проблема в нас самих. надо просто успокоить свой ум, принять эту проблему. Мы говорим о природе конфликтов. Сейчас мы разобрали, что такое внутренний конфликт. Внутренний конфликт возникает тогда, когда мы очень сильно напрягаемся в том направлении, которое от нас не зависит и не делаем то, что от нас зависит. ребенок заболел, что надо делать? Ты не врач, допустим, не можешь его вылечить. Что надо делать? Сначала успокоиться, сначала надо начать молиться. В молитве ты можешь сам даже понять, что с ним делать. Конечно, бывают экстренные ситуации. Допустим, я знаю случай, когда моя мать, у меня сестра упала с кровати и просто перестала дышать. И моя мать просто интуитивно начала ее трясти, и она задышала. В таких случаях ты вообще не думаешь, просто действуешь, как Бог послал, и все. Она ни о чем не думала, она даже не знает, почему она ее трясти начала. У меня не было идеи вообще. Просто так Бог дал, и все. Понимаете? Или я, отец с армии пришел, я взял медаль, мне было три года, ее проглотил. Она застряла в горле, я задохнулся, посинел. Бабушка подбежала, засунула палец в рот и вытащила медаль, хотя она не знала, что я ее проглотил. Она не поняла, почему так получилось, что она начала, засунула в рот мне палец и туда лезла глубже, глубже и выковырила эту медаль. Она не знала. Она видела, что я синий просто лежу. Вот так вот. Это происходит просто само собой, так действует сверхдуша в сердце человека. Об этом не надо думать. это на автомате происходит, понимаете? Автоматически все это происходит. Но если автоматически ничего не происходит, ты не знаешь, что делать, тогда садись и молись. Первое, что нужно сделать, успокоиться. Когда человек успокоился, первое спокойствие, второе знание приходит в сердце. успокоился сразу, бац, понял, что делать. Все. Это внутренний конфликт. Почему успокоение приходит? Потому что твоя внутренняя сила достигла возможности победить судьбу. Твое озеро счастья стало достаточно большим, чтобы наполнить несчастье близкого человека. Все, вот так это работает. Следующие высказания. Мы говорим о природе конфликтов. Если ты заметил в ком-либо ошибку, поправь его кротко и очень мягко, по-доброму укажи ему, в чем он ошибается. Если твоя попытка осталась безуспешной, то дальше вини только одного себя в том, что произошло. Или еще лучше никого не вини, а продолжай быть кротким. У меня к вам вопрос. А почему мы делаем замечания близким людям, когда они ведут себя плохо? Чтобы им помочь? Нет. А в чем причина? А? Конечно, потому что, когда они плохо себя ведут, они портят нашу жизнь, гады. вот сын, допустим, получил двойку, он испортил мне жизнь. Я говорю, ты что? Ты знаешь, как ко мне, на меня учительница теперь будет смотреть? Ты знаешь, что это пятно на дневнике на всю жизнь? Мы не сможем вывести из дневника эту двойку? То есть, о чем я говорю? Я говорю о том, что ты сделал мне неприятно. Больше я ничего не говорю вообще. Давайте теперь разберемся. А сколько, какова вероятность, что эта двойка, которую он получил, произошла от того, что он плохой человек? Вот какова вероятность этого? Сто процентов? Видите, вы мудрые люди пришли сюда. Смотрите, все на самом деле по-другому. Если изучить серьезно эту проблему, то первое, что на самом деле следует знать, это то, что ребенок, получивший двойку, означает, что, скорее всего, этот предмет не его основной. Понимаете, человек всегда развивается как цветок. Он не может цвести сразу всеми цветами, он цветет только одним. Точно так же ребенок. Он, допустим, может быть только в литературе, допустим, хорошим, но в математике тогда он не будет хорошим. Но родители на что обращают? Вот, допустим, он по литературе все выучил классно за пять минут и всегда пятерки. Родители говорят ему больше читай литературы? Нет, они ему говорят читай больше математики, потому что у тебя это не получается. То есть, куда они его направляют? Туда, где от него не зависит. Потому что он никогда не станет математиком, и он никогда не сможет ее изучить, это не его природа. У него нет в структуре его психической возможности одновременно красненький цветочек быть и желтенький. Он будет только красненьким. Если ты хочешь его развить, сделай большой красный букет. Пускай он станет гением в литературе. Если ты его направишь туда. Есть две категории гениальных детей. Одна категория, это дети, у которых разумные родители. Они просто не обращают внимания на то, что двойки по другим предметам, просто развивают ребенке то, что в нем само развивается, открывают его природу. Причем развивается не всегда однонаправленно. Один цветочек пошел, ребенок увлекается рисованием. Рисуем. Бац! Перестал увлекаться. Ничего страшного. Куда теперь понесло? Катание на коньках. Хорошо, катаемся на коньках. А потом куда? А потом еще что-нибудь. Типа так жик-жик-жик разные веточки. Но потом бац! Одна пошла и не останавливается. Начал чем-то заниматься и уже не заканчивает. Это центральная веточка пошла развиваться. Значит, туда больше сил. Они разумные родители. Они не думают о ребенке. Они думают о себе рядом с ним. Чтоб не было легко жить. Это значит, что он не должен двоек получать. У них нет цели развить ребенка. У них есть цель иметь хорошую жизнь рядом с этим ребенком. Чтобы все преподаватели говорили, у вас хороший ребенок. Он без двоек учится. Понимаете или нет идею? Итак, самое первое, что бросается в глаза, это то, что точно это не тот предмет, в котором ребенку надо развиваться. По литературе двойку не получит. Почему? Потому что это его природа. Ему хочется это изучать. Ему легко. Ну, тройку получит по литературе, если он не выучит. Но вот это не сильно заметно и не сильно печально. А вот двойку, если он получил, значит, в чем проблема? Я не знаю, какая у вас система, может, десятибальная. Я говорю по той, по которой я учился. Вот. Двойку получил, значит, это не его. Предмет, не его. Ну, можно с ним поговорить на эту тему. Можно сесть рядом, сказать, а что ты двойку-то получил? Но это надо делать очень по-доброму. Смотрите, заметил ошибку? Делай по-доброму, потому что, если ты не по-доброму делаешь, разум теряется у человека. Если ты с ним разговариваешь не по-доброму и говоришь, ладно, садись, покушай, Бог с ней, с этой двойкой не обращает внимания. Получил, получил, ничего страшного. Покушай, садись, поел. Ну, давай, садись, давай с тобой поговорим. Училка поставила двойку. Ну, вот, я хочу знать, почему она поставила двойку? И он начинает говорить, потому что она плохая. она не понимает, какой я хороший. Хорошо, так, согласна. А чего она конкретно не понимает? И он такой задумается, говорит, она не понимает, что мне трудно эту математику учить. Я вот сколько мог, столько выучил. Один вариант ответа. Второй вариант ответа. Она не понимает, что я хотел ответить, но не смог. Третий вариант ответа. Она не понимает, что я не люблю эту математику, не хочу ее учить вообще. И все эти варианты ответа одинаковые. Они указывают на то, что это не его путь вообще, эта математика. И что надо этому ребенку объяснить? Надо ему объяснить, слушай, я тебя понимаю, я понимаю, что тебе трудно эту математику изучать, и она тебе особо не нужна. Но для того, чтобы учить учительница не придиралась, давай с тобой вместе будем садиться и решать так, чтобы хотя бы троечки были, а не двойки. Хотя бы троечки. И ребенок примет это, он скажет, ну троечки как бы еще можно. А пятерочке как-то совсем тяжело в этом направлении. Но есть еще другие вещи, которые мы вообще даже не знаем, что так бывает. У меня был один случай в жизни, когда ребенок учился нормально, по всем предметам, более-менее. Но в какой-то момент перестал учиться. И родители начали думать, так же, как учителя, что это плохое общение, ну как бы ребенок пошел не туда в жизни. И ребенка начали все долбать. А у ребенка начался плохой астрологический период, который забрал у него все психические силы. у него просто не было сил учиться. И ребенок этот постоянно родителям об этом говорил. Говорит, у меня нет сил это все учить, у меня нет возможности внутренней. Я стараюсь, но ничего не получается. И у ребенка рос стресс. Сама идея, что учить уроки вызывала вот такую тряску. Когда мне показали эту ситуацию, я сразу понял, что этот человек в плохой астрологический период. Но родителям это доказать не смог, потому что они твердо были убеждены, что ребенок находится под дурным влиянием. И тогда мне пришлось их заставить пойти к психиатру, который изучил это все и сказал, если вы дальше будете заставлять учиться этого ребенка, то он станет нашим родным. Он у нас поселится на всю жизнь. Он будет нашим уже, а не вашим. Вам всего три месяца, два-три месяца еще его помучать, и он уже наш. Все симптомы налицо. Потому что есть два типа болезней, которые разрушают психику. Одна из них болезнь разума, а другая болезнь ума. Человек может сойти с разума или сойти с ума. Что опаснее, как вы думаете? С ума. Потому что когда человек сходит с разума, ну, спился, скурился, можно все исправить, можно вернуть его назад. Ум, разум, потому что это подвижная система, она может туда пойти, сюда, она постоянно меняется. В ней нет каркаса. А вот у ума есть каркас, который за здоровьем человека следит, за его психическим здоровьем, физическим здоровьем. Если когда человек с ума сходит, то есть у него ум ломается или трещина в уме возникает энергетическая, тогда человек уже очень трудно возвращается, годы нужны, чтобы человек в нормальное состояние пришел. Представляете, как опасно доводить человека до того состояния, что он с ума сходит. С ума сходит означает неадекват получается, полный неадекват на голом месте, на ровном. Понимаете, он не соображает, что происходит. Назначается сойти с ума. Когда человек сходит с ума, потом вернуть назад очень трудно, психиатры говорят, что будут циклы теперь, он периодически будет вылетать из ума. Обычно в весенний-осенний период это происходит. Это очень опасно, напрягать детей до такой степени, чтобы они с ума сходили. И что сделали эти родители? Они сделали, получив знания о том, что происходит с ребенком. Они освободили его от всякой учебы. И он год не учился. Потом уже, когда плохой период прошел, он догнал всех и нормально закончил школу. На год попозже. Но это же лучше, чем в психушке всю жизнь жить. Правильно? Но я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, что ребенок получил двойку и пришел домой. И первая реакция это гнев. И первое, что нужно сделать, нужно сесть, успокоиться, помолиться и потом подойти к ребенку и попытаться спокойно то, как говорит Марк Аврелий. Если ты заметил ошибку в своем ребенке, поправь его кротко и укажи ему, в чем он ошибается. Если твоя попытка безуспешна, вини самого себя. И лучше никого не вини, а продолжай быть кротким. Значит, это не в силах твоих. Ты не можешь это исправить. Это не твоя сила. Поговорил с ребенком, ничего не получилось, значит, не беспокойся ни о чем. Просто пускай дальше получает двойки. Это лучше, чем ломать этого человека. Он получает двойки, потому что он не может ничего другое получать. У него нет возможности. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это лучше, чем его делать уродом. Есть талантливые дети, а есть посредственные. Знаете, кто такие посредственные дети? Это те демьки, которым психику надорвали учебой. они не способны чувствовать в чем-то интерес, потому что их интерес убили, заставляя их делать то, что им неинтересно, вновь и вновь, вновь и вновь. Разум движется в сторону интереса. Для того, чтобы разум двигался в сторону интереса, человек должен находиться в спокойном состоянии. Его не надо трекировать. И говорят, ты должен это делать, должен это делать, должен это делать. Он с ума сойдет от этих мыслей. Надо его оставить в покое. Надо ввести в состояние энтузиазма. Творческий процесс должен быть. А это требует колоссального терпения от родителей, потому что, особенно там, где двойки, там очень медленно и незаметно станут тройки со временем, но не пятерки. Человек не может поменять свою направленность в жизни. А лучше вообще об этих двойках не думать, потому что, когда человек растет с середины, то веточки тоже подтягиваются. Если человек сильно вырос вверх, то все остальное тоже подтянется, но поменьше. Но будет нормально уже. А там он будет гений. Понимаете? Но такое развитие ребенка возможно, если родители способны помолиться, успокоиться, посадить его рядом и узнать, что произошло. Не надо его считать в это время врагом. Надо просто понять, почему ребенок получил двойку. И причина только одна. Это его трудность внутренняя, в которой надо разобраться. Эту трудность можно преодолеть только развивая разум ребенка. Или свой. Одно из двух. Чаще всего свой. Тема ясна? Или какие-то вопросы есть? У кого возник вопрос в сердце? Есть такие люди? Да? Нормально. Он сначала очень хотел с 5 лет до 7, а потом когда уже с 7 лет он говорит, что не хочет. Все? До свидания, Айкидо, значит. Да. Все нормально. Какая-то надо. Вы спросите, что он хочет. Вы лучше не тяните его туда, оставьте его в покое. Сейчас вы успокойтесь, садитесь. Успокойтесь сейчас, расслабьтесь. У него сейчас одна веточка подросла, сейчас проклевывается другая веточка. Но если вы будете думать об этой веточке, то она не проклюнется. Успокойтесь, расслабьтесь. Дайте ребенку возможность расслабиться, успокоиться. И другая веточка начнет проклеваться, и он скажет, я хочу рисовать. Все, идем в рисование, значит. Понимаете систему? У него боковые веточки прорезаются сначала. Боковые, боковые. Центральный стебель пойдет позже. Это потом, попозже, где-то 15 годам он начнет делать то, что уже не остановится делать. А сначала он просто развивается по сторонам. И надо очень спокойно к этому сдержанно, уравновешенно, смиренно относиться. Понятна система? А то Айкидо, Айкидо. Самое главное, чтобы Айки после не возникло. Айкидо нет проблем. Не нужно, чтобы было последствия какие-то. Пора заканчивать, да? Простите меня. Вы знаете, мы приняли решение, что завтра, минут за 40 до начала лекции я буду отвечать на вопросы. Я приду пораньше, и все, кто задал вопросы, я буду отвечать на вопросы. И чуть-чуть от лекции возьму еще, может, минут 10, 15, 20. И мы завтра будем отвечать на вопросы, а потом уже будет лекция. нормально? Кто хочет? 5.30 начало лекции будет. Ну, для тех, кто хочет послушать ответ на вопросы. Все остальные к 6 приходят. У меня к вам несколько вопросов. Вам не скучно было сегодня? Я пел меньше сегодня. Это плохо? Больше петь? Хорошо, я буду стараться. Вы сегодня были поактивнее, были больше связи, обратной связи. Даже мне начали делать замечания, уже это хорошо. Это значит, что у нас с вами пошел процесс контакта. Сейчас у нас будет пожелание всем счастья. У меня несколько вопросов. к вам есть. Во-первых, если кому-то надо домой, не стесняйтесь. Я вас не вычислю, не запомню и не прокляну. Пожалуйста, если надо домой, идите домой, не беспокойтесь как бы ни о чем, не бойтесь. Вы всегда в моем сердце, всегда со мной. Я вас помню, как те, кто благословляет меня на дальнейший мой путь. Все, кто приходят ко мне на лекции хотя бы на 5 минут, это люди, которым я очень благодарен. Они благословляют меня дальше это дело. У меня к вам такой вопрос. Кто из вас вчера во время пожелания всем счастья почувствовал в сердце хорошо, стало, спокойно? Поднимите руку. Спасибо вам. Вы достигли успеха вчера, реального успеха. Поднимите руку те, кто во время пожелания всем счастья поняли, что дальше делать в жизни. Поднимите руку. Есть такие люди? Вы достигли еще большего успеха. Это вторая стадия открытия сердца, еще глубже прохождение внутрь себя. А те, кто из вас, повторяя, я желаю всем счастья, почувствовали, что вы же думали о святом человеке, о святом месте, почувствовали очень сильную веру и защиту и победу в отношениях со святостью. Кто из вас это почувствовал? А вот это то, ради чего стоит жить. Вот это и есть победа настоящая. Поэтому я всем вам как бы желаю, чтобы вы смогли достичь этой третьего этапа. Ну, хотя бы, чтобы покой в сердце наступил. Для этого есть только одно правило. Правило такое. Не думайте о себе. Не думайте, я хорошо повторяю, я желаю всем счастья. Так классно повторяю. Я желаю всем счастья. Классно у меня здесь внутри. Не надо об этом думать. Ммм, хорошо, мне нравится. Не надо об этом думать. Мы о чем думаем? Я вспоминаю святости и кланяюсь. Вспоминаю святости и кланяюсь. Как только мне хорошо стало, спокойно, я не думаю об этом. Я продолжаю вспоминать святость. Мне спокойно стало, все, до свидания, хорошо, спокойно, это не моя проблема. Я хочу вспоминать святость и кланяться ей. Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Никогда не отвлекаться ни на что. Спокойно стало, хорошо, продолжаю желать всем счастья, кланяться святости, потому что энергия счастья проходит через меня, уходит другим людям. Я проводник. Я повторяю, я желаю всем счастья не для себя. И я не могу никак помочь другим людям. Я могу помочь только тем, что я вспоминаю святость и повторяю, я желаю всем счастья, вспоминая эту святость. Все, больше я ничего не хочу делать. Если мне стало хорошо в сердце, я не забываюсь в этом хорошо. Я вспоминаю опять святость и отдаю. Когда человек хорошо стал и он опять вернулся к вспоминанию святости, следующее, что произойдет, знание придет в сердце. А когда человек опять не обращает на это внимание и опять продолжает вспоминать святость и повторяет, я желаю всем счастья, что дальше произойдет, сила придет, твердость, вера придет в сердце, могущество внутреннее придет. Понимаете, природа души служить. Если мы на свое счастье отвлеклись, служение заканчивается и деятельность души также заканчивается. Это значит, что мы скупые. Надо пытаться дальше идти. Итак, давайте сегодня попробуем идти дальше. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья. Любви, духовного знания, удачи и всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной все это время. Всего вам доброго. До завтра. До завтра. До завтра. Будем на них отвечать. До завтра. ПО ЗВУЧИВАСТИ. Встречаю. КОНЕЦ. Продолжение следует...